всем привет ребята пасмурно у нас пахнет осенью ой а что-то у меня виноград вон пошел вот это здесь не надо вот это надо обломить цирка что ты девочка где наши коты все не наверное да ну да ладно будут ждать пускай ждут сено перерыли все мышек наверное там рыли-рыли-рыли мышки в сене наверное ребята вы где дима а вон выглядывает ой дима ну пускай сидит пускай он занят у него дела да он спит там дела какие какие у него там дела дима зарылся в сено где-то и митяй наверное там похолодало лезут в сено ладно пускай сидят кто тут так появился с сейчас какой-то выйдет новый сериал а я видела да с высоты птичьего полета лёжик всегда знает что надо вставить лёжик красит верху внизу вернее стены ну до потолка а я иду потолок вот такая у нас сегодня работа и ребята настраивалась на салат делать ну так и не настроилась нет нет не поднимаются руки красить как-то тем более вдвоем веселее вот поэтому красим и лозим лёжик ты ничего не хочешь сказать нет анекдот ну матерные все сегодня сегодня ребята оперировали моего внука которому годик всего у него там что-то с глазиком с рождения забыла как называется какой-то цистит в глазу с рождение вот у него гноится глазик и не проходит уже вот год вот такая вот как чундра опять я потолком что-то вот с глазиком вот сегодня оперировали илона прислала сообщение что уже сделали операцию привезли пока спит операцию проводили под общим наркозом вот такой вот крошечки общий наркоз в общем у меня сегодня утром наложилось все волновалась за внука погода это ремонт этот в общем ночью сейчас уже повеселила все хорошо операция прошла хорошо ну и слава богу теперь малыш пускай идет на поправку малыш он читал еще ой я еще начиталась ребята попалась статья в интернете что в общем меняется строй мировой вот это вот ну я не политик я в политике не особо так вот не шарю да вообще не шарю я в нее не вникаю и поэтому не шарю вот сказали что пенсии отменят все льготы отменят короче каждый будет выживать как хочет так вот все а у нас тыква есть а что будем садить огород ну а что будем печь хлеб если будут из чего то может придется и пшеницу самим садить так они придут налоги еще снимать за то что садить огород или продают ну как все возвращается вот чего и началось в скрепостного права видимо да в скрепостного права оброк ведут ведут да оброк будут забирать последние крохи а мы будем прятать обманывать да и будут ездить в продотряды будут ездить да на телегах все может быть надо будет устроиться как нибудь в продотряд Лешек да иначе не выжить в общем пишут в интернете кто на что все гораздо лучше не читать да они же так начинают интригующе так вот такие названия пишут что прям ух лимон из пандорина лимон из пандорина да она казалась Мария Хуановна да Мария Хуановна что-то шурит там на крыльце флот уже будет шурит это про соседа а я вышел покурить а ты... на крыльцо? нет я туда подачу я покурить Покурить пойдешь? Пойдем. Ой, ладно. Главное тыкву есть, остальное все ерунда. Остальное все ерунда. Ну и ладно. Вот сейчас съедим мы этот щавелевый суп, а потом сварим суп-пюре. Вот, из тыквы. Ты же знаешь, какой вкусный. Да, а ты из тыквы был? Да, а там все, и тыква, и капусточка, и перчики, и помидорчики, в общем, все-все-все овощи сварим. Да, еще меня попросили сделать форшмак с украинским наклоном. Но Лешек не любит. Не-не-не. Вот. И драники. Вот драники, да. Хочется мне и форшмак, и драники. Ну, ребята, ну если бы вы знали, как неохота готовить вот так вот, где попало. Ой. Ладно, хватит ныть, правда? Разнылась тут. Надо продолжать красить. Будем красить. Че стою здесь под потолком, торчу, как торчу. Эту нам сделали сетка на окна, кривая, не закрывает. В нее даже мухи пролазят. Не то, что комары. Ну, не знаю, может поменяют. Мы вчера Лешек позвонил, сказал. Да вы все, сами видите, да? Все у вас на глазах. Вот так вот. Пообещали отлив привезти, потому что не хватило. Не привезли один отлив. Пообещали. Ну, вот уже неделя, отлива нет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ладно. Че-то у меня настроение сегодня такое. Ой. Все. Все хорошо. Все замечательно. Ну, бывает. Бывает. Накатит. Бывает, как накатит. Ой. Да сами, наверное, знаете, у вас тоже бывает так. Не может быть всегда человек в хорошем настроении. Все равно какая-то вот букашка вылезет, блин, залезет в голову какой-нибудь таракан. Ладно. Буду красить дальше. Надо успеть докрасить до обеда. Вот. А я еще половины не прошла. Вот у меня здесь до конца осталось. Вот. Чуть-чуть. Вон туда. С полтора десятка дощечек. Вот. Это будет половина. А потом еще раз пройти другую половину. Это мы уже красим второй раз. Все. Покрасим. И все. И забыли. Как уже хочется забыть про ремонт. Каждый говорит о том, что у него болит. Да? Знаете? Вот и я тоже о том же. Ну ладно. Два пенсионера сидят на лавочке. Идет в кроссовках. Один говорит. Ух ты, говорит. Я бы с ней замутил. Второй говорит. Ну ты что, говорит. И за пяти минут удовольствие еще 42 года работать? Говорит. Если бы мне было 18, я бы с ней замутил. А-а-а. Что, говорит. Ты уже пяти минут еще 42 года работаешь. Понятно. Уже не 42, а уже поболее. Что-то до меня долго доходит. Ребята, у меня в подписчиках есть два особенных канала. Это каналы инвалидов. Но так как-то называть не хочется их. Это какое-то слово режет слух так вообще. Нет. Ученник и трудоспособность. Нет. Люди просто с заграничными возможностями. Вот, вот, вот. Да. Они нормальные люди. Они пытаются работать, делать все как положено. Не то, что пытаются, а... Ну, я не знаю, как сказать о таких людях. Страшно их боюсь обидеть. И хочется сказать, потому что хочется их поддержать. Вот. Это два канала. Канал Серегины рассветы. Человек, который живет в Коме. В Коме. Республика Коме. В деревне. Вот. Как он преодолевает трудности. Как... Какие у него приспособления там для облегчения жизни. Вот эти вот все. Вот. Кто помогает ему в этом, в жизни. Ну, и человек старается жить полноценно. Потому что еще, как бы, молодой. Вот. И канал Уральские Соловьи. К этому каналу я вообще питаю особую нежность, так сказать. Очень уважаю Ларису. Лариса это вообще еще тот человек. Очень добродушный. И с неугасаемой энергией. И с таким вот... Ну, я не готовилась. Просто так вот. С тягой к жизни. Вот. Вот такие люди. Вот Серега, Лариса. Молодцы. Вообще восхищаюсь вами. Ребята, может кто зайдет, может кому понравится посмотреть о их жизни, видео. Ссылочки будут под видео. В закрепленном комментарии я оставлю ссылочки на их каналы. Просто даже лайк, лишний лайк и то, как бы, поддержит их. Хочется людям помочь. Канал Серегины Рассветы и Уральские Соловьи. Ребята, удачи вам, здоровья, главное здоровье. Будьте здоровы и счастья вам. Обычного людского счастья. Да, да, они и так оптимисты по жизни. Лешек, там оптимизма, как у нас говорят, не позычать. У них своего оптимизма, мама дорогая, молодцы. Не падают духом, мужики. Не падают духом, не. Не падают совсем. У меня папа тоже ноги лишился. Доработался. Доработался, да? Доработался. Ну, на станке всю жизнь. 16 лет. 16 лет за станком, да? Да, не, он за станком класс ПТУ вел в Москве. Не, он не дали было. Но он был отличный, да, токарь? Шлифовщик шлифовый разряд. А, шлифовщик? Конечно. Ну да, шлифовщики хорошо зарабатывали. Да, у него 5 станков было. Я к нему ходил. Обслуживал, да? Конечно. Ух ты. А где он работал? Ну, вот, около моего дома там на Пресне. Экспериментальный механический завод, где поливалки первые. То есть, не поливалки, а мусорки изобрели первые. С такими этими. Задьми открываются. Я там, блистянчик, уснул, а шофер закрыл на ночь. Он там так и все равно кричал. Никто не слышал. Конечно. Хорошо не на выходные закрыл. Да. Что ты изгородишь, Лешик? А это вот надо детям продавать. Заместо лего вот такие вот. А, конструктор. Может, он сантехником станет. Может, понравится. Вот так вот. А то сантехника в стране-то раз-два и общался. Ну да. Одни изобретатели. Дождик у нас опять пошел. Да, пошли. Все. Ребята, в общем, кому не трудно, зайдите. Канал Серегины Рассветы и Уральские Соловьи. Да. Их надо поддерживать. Их надо поддерживать, да. Представляете, нашли люди в себе силы открыть канал, да. Снимают, живут, радуются. Ну, прям мороз, мороз по коже. Да, да. Все. Они вон и в футбол играют, и вешают. Да, вот. Для них же спорт тоже вот. Да, для паралимпийских. Паралимпийских. Да. Игры еще ведут. Не унывают. Главное, не унывать в жизни. Все, пошел дождь. Текаем в хату. Текаем. Ну, все. Частушка вдоль, это по речке. Осталось три дощечки. Последний Лешик докрашивает три дощечки. И все. Покраска закончена. Останется подкрасить потом тут вот, где дверей. Вот это вот надо будет доделать еще. Когда оно доделается только. Вот. Последние мазки, Лешик. Все. Ура. Все, мы шаговы. Ура, мы свободны. А мне надо еще прошкурить двери. И покрыть лаком их. Какие? Вот эти? Нет, нет, не эти. Мы же покупали этот, яхтный лак. А я не знаю. А они после лака будут выглядеть лучше. Да. Конечно. Значит, если оббивать будем, то что открыть? А? Если оббивать будем. А если не будем оббивать? Может просто утеплитель, да и все? Ну, пошел. Оббивать, ребята, вот говорят, оббивайте с холодной стороны. Не получится с холодной стороны, потому что двери открываются сюда. Ну да. Понимаете? А надо перекрыть вот эту щель, надо закрывать. С той стороны ее никак не закроешь. Поэтому придется оббивать с этой стороны. Ну, я покрашу, а там будет видно. Может и правда просто утеплитель. Да и стой можно отбить. Да, можно и стой отбить, да. Только так аккуратно. Ну, разницы-то не будет. Так, все. Как вот. С этой стороны никак не оббить, потому что, видите, вот оно сюда заходит, вот и закрывается. Как? Если там будет оббито, оно не закроется. Просто-напросто. Саму дверь утеплите еще. Как саму дверь утеплите? Ну, вот до сюда, отбить еще. Вот так вот отбить, вот. И все, чтобы она теплее была. Чтоб тепло держало. Не пропускало. Да хватит, мне кажется, и с одной стороны. Да хватит. Вот здесь уже такого. Хватит. Да. Просто можно утеплитель вот так попробовать пустить, потому что громыхают они так что-то громко вообще. Попробуем, попробуем. А что-то мало. Я надеюсь, сколько я их пользуюсь, все равно. Видите, как оно. А если будет там прокладочка такая вот мягкая, оно не будет громыхать. Я брал поролон тогда и придевал его в гвоздя. Натягивал и придевал в гвоздя. Это намного лучше, чем вот этот скотч этот отбирать, потом на него сажать. Или клей какой-то должен придевать. Ладно. Это все. Главное нам сейчас доделать вот эти недоделки. И постелить линолеум все. И наводить порядок. Я понимаю, тонкие короба могут быть кривые. Ну, когда короб 40, он кривой. Что кому болит? Что у кого болит? Такой мощный короб, он кривой. Я не знаю, люди кривые, что его отпускают. Или столок кривой. Да просто дело это бы как. Как вот такой короб может быть кривым? Ну-ка, покажи, какой. Да, вот что, не видишь? А, ну да. А я думаю, что тут он ровно не ложится. Дугой. Ну что это? Ну что это? Ну как это? Ну тонкий, ладно, я согласен. Или этот, дурак? И его не выровнять, да? Нет. Он не гнется. Нет, с нарезами можно выровнять. Ну и ладно. Да ладно, мне уже как-то все по барабану, Лешик. Быстрее бы все доделать. Да, да, да. Я тебе сказал, ремонт можно только закончить. Или прекратить. Его надо пережить. Ха-ха-ха. Ха-ха.